Глубокий вдох и мы в прошлом. Путешествовали когда-нибудь? Назад. В прошлое. Я знаю несколько туннелей, ведущих в его закоулки. Слышите? Звон сабель и выстрелы мушкетов. Чувствуете? В воздухе ощущается дождь. Это казак-характерник призывает грозу. А что же мы увидим? Сердце города, заключенное в камень. Памятник казаку, который на самом деле академик. Настоящий дворец и город с высоты птичьего полета и еще много чего. Це лише самый початок экскурсии, разработанной закоханными у своє місто людьми. Юлія, режисерка та продюсерка проекту, рассказывает о принаде их детища. Это как определенный аудиоперформанс. То есть мы ведем человека от начала и до конца. То есть наш виртуальный друг находится с вами во время всего маршрута полностью. То есть он рассказывает свои какие-то еще личные истории во время этого. Контролирует вашу безопасность тем, что указывает вот сейчас будет пешеходный переход. У Дніпрі вже створили три таки виртуальні маршрути. Та на досягнутому не зупиняются. До них докладают руки люди різноманітных професій. Архитектор, историки, инженери. Юлія Горяна – одна из них. Наразі дівчина створює нову тематичную экскурсию. Мы знакомим человека с релігией, с основами релігии, что в нее входит, какие есть толпы. И о тех релігиях, которые нам всем знакомы, такие как христианство, католицизм, иудаизм. И также высветлили буддизм, войшновизм. Даже есть первый пункт нашего роута – это кирха немецкая, это протестантизм. У планах творців и творчинь проекту ще сім экскурсий. Придбати собі такого кишенькового экскурсовода можно безкоштовно. Просто скачати мобильный додаток Веймі. З його допомогою можно відкрити для себе таємниці Дніпра. Наприклад, дізнатися, чому на Свято-Преображенському соборі масонский символ. Продолжение следует...